исокогорская библиотека номер 14 представляет вашему вниманию презентацию и расцвел подснежник ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник день подснежника свою историю он ведет из англии где был учрежден в 1984 году и не случайно на британских островах к этому цветку особое отношение их разведению англичане уделяют много внимания это можно сравнить с разведением тюльпанов в голландии но прежде всего подснежники это первые цветы которые появляются после зимних холодов и символизируют начало весны победу тепла над холодом и дарят надежду на лучшее сначала подснежники выпускают пару листьев а затем зацветают поникающими белыми колокольчиками им не страшны ни снег ни зимние морозы ни весенние заморозки и вот уже множество белых колокольчиков украшают сад и это верный знак весна совсем близко а подснежниках сложено немало легенд одна из них гласит что когда бог изгнал адама и еву из рая на земле была зима и шел снег его замерзла и стала плакать она с грустью вспоминала о теплых райских садах чтобы и тешить ее бог превратил несколько снежинок цветки подснежника так что первыми цветами на земле возможно были именно подснежники по другой легенде богина флора раздавал цветам костюмы для карнавала и подарила подснежнику белое платье снег тоже хотел участвовать в карнавале хотя костюма ему не полагалось тогда он стал просить цветы помочь ему но цветы испугались холода и не согласились и только подснежник укрыл снег своим белым плащом вместе кружились и не в хороводе цветок и пронисклись друг другу такой симпатии что неразлучны и по сей день на руси существовала такая легенда однажды зима старуха со своими спутниками стужей и ветром решили не пускать на землю весну все цветы испугались ее угроз кроме подснежника который выпрямил свой стебелек и смог выбраться из подснежного покрывала увидела солнце его лепестки согрела землю теплом открыв дорогу весне научное название растения образовано из латинских слов гала и антус что может пониматься как молочный цветок и соответствует его окраски русское название рода подснежник связано с ранним цветением растения и дано за способность пробиваться из земли зацветать с первыми теплыми весенними лучами солнца когда чуть-чуть подтает снег подснежники произрастают на многих территориях земного шара всего их насчитывается около 20 видов в россии подснежник галантус растет большей частью предгорных горных лесах и на высокогорных лугах также его разводят как декоративное растение в разных странах этот цветок называют по-разному англичане снежные капли чехи снежинкой немцы снежным колокольчиком а мы подснежником наиболее популярны подснежники галантусы в англии и отношение к ним в этой стране очень трепетное это связано со старинным английским поверьем которое гласит что подснежники посажены вокруг дома убегут его жители от злых духов интересно что иногда подснежниками называют другие цветы которые в определенной местности зацветает первыми например в архангельской области подснежником называют желтый цветочек мать мачехи только весной пригреет солнышко только появятся первые проталинки как на них сразу же появляются маленькие желтые солнышки вторя своему большому брату на небе а в садах и на клумбах появляются крокус приму на ссылла удивительный аромат и не менее удивительный хрупкий вид этого прекрасного цветка к сожалению обернулись против него предприимчивые торговцы практически выкашивают весенние лужайки покрыты галантусом ставят под угрозу само существование это изящной красоты поэтому с 1981 года большинство видов подснежников занесено в красную книгу как исчезающий вид и собирать их нельзя чтобы у наших потомков была возможность увидеть это чудо природы вживую а не только узнать о нем и сказок и легенд появился красивый праздник день подснежника радостный праздник говорящий о победе весны и только этот цветок способен выжить в раннюю холодную пору выглянул подснежник в полутьме лесной маленький разведчик посланный весной поздравляю вас таким красивым праздником днем подснежника и 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